Вы знаете, что пиво нельзя употреблять? Домой купили. А? Домой купили? А что, домой не идете? Сейчас пойдем. Без лишних споров компания отправляется домой. За спокойствием на улицах следят сразу несколько ведомств. Полиция, наркоконтроль, департамент общественной безопасности. В ходе рейда общаются с представителями молодежи, которые нередко попадаются за распитием спиртных напитков. С несовершеннолетними в присутствии их законных представителей проводятся разъяснительные профилактические беседы, в том числе и об административной ответственности, об уголовной ответственности. Мы выбираем спорт! А в этом дворе на улице Пугачевской вредные привычки и пьяные компании ушли в прошлое. Благотворно повлияла работа правоохранителей. Теперь местная ребятня в свободное время гоняет мяч на футбольном поле, не боясь за свою безопасность. Пьяных на поле меньше видим, вообще не видим, можно сказать. И как бы уже мир получше стал, и нам приятнее как бы стало играть. Это интересно. Охота пробиться в люди, стать спортсменом. Тем, кто выбирает здоровый образ жизни, вручили подарки. Во время антинаркотического рейда правоохранители зашли и в парк 50-летия октября. Пьяных компаний не обнаружили. По словам отдыхающих, гулять здесь становится безопаснее. Встречаются пьяные компании? Ну, теперь уже редко, очень редко. Очень часто ходит ОМОН, охрана, полиция. Так что мы очень довольны. Спасибо. Приятно отдохнуть, приятно погулять. Во время рейда приходится не только общаться с молодежью, но и выручать из беды тех, кто перебрал с алкоголем. Этот мужчина мертвецкий пьян. Его обнаружили лежащим на проезжей части проспекта Металургов. Вставать можете? Сил подняться у мужчины не хватило. Пришлось вызывать скорую. В подобные рейды по городским паркам и скверам правоохранители ходят постоянно. Этим летом провели более 60 профилактических бесед с горожанами. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.